Ну вот, дорогие друзья, мы вновь возвращаемся в программу «Мужчина и женщина», где мы сегодня обсуждаем одну очень интересную, спорную историю. Историю о том, если... Сократ поставил такой вопрос. Если, не дай бог, произошла какая-то ситуация, то ли наводнение, то ли пожар, то ли какое-то еще стихийное бедствие, и вы можете спасти только одного близкого вам человека, кого вы спасете, вашу жену или вашего ребенка. У нас есть звонок, давайте попробуем ответить. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, немножко отвлеченная тема, курица и яйца. Много-много лет назад я по радио слышал такую реприску, или как он называется, папа, что раньше было, курица или яйцо? Кушай и не спрашивай. Спасибо, пока. Спасибо большое. Да, это правильно. В принципе, не надо особенно заморачиваться по этому поводу, но у нас в перерыве один из наших радиослушателей, который, ну, постоянных радиослушателей, который нас всегда слушает, нам всегда пишет. Ну, вот такие несколько заметок. Это заметки от Питера Валевского. И вот он пишет. Про спасение жизни или ребенка. Бред. Я уже с двумя женами развелся, а бабушка моя шесть раз была замужем, а ребенок всегда ребенок. Это одна заметка. Вторая заметка. Жену или мужа найти еще можно, а вот ребенка, троеточие. Ну, и вот третья, последняя заметка от Питера. Это про маску в самолете все правильно, но я лично спасу детей, а потом жену. Ну, вот вам, пожалуйста. Это еще одно мнение. Это мнение нашего радиослушателя, который в силу разных причин нам известных не мог дозвониться к нам в студию, так как находится не в нашей стране, но тем не менее ему огромное спасибо. Сейчас попробуем обсудить. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. При всем моем глубоком уважении к доктору Колусу и к вам, Анатолий, и не идеализируя Сократа, он замечательный человек, но зачем же его идеализировать? Я бы спасал всех или погиб вместе с ними. Это, опять же, это мнение, Ну, это вопрос был риторический, насколько, посреди площади. Знаете, в вашей передаче все риторическое, но давайте смотреть на жизнь с 21 века, а не со времен замечательного Сократа. Мы живем сейчас. Ну, я поэтому мамой процитировала дедушку, который сказал, что он хочет со своей старухой, так сказать, дожить и умирать с ней. Абсолютно вам спасибо за ваше мнение, потому что, опять же, все, очень многое в жизни, несмотря на то, что это может быть и риторическое, но это все обусловлено какими-то, опять же, то ли рефлексами, то ли инстинктами, то ли, ну вот, как доктор сказала, вроде вашего воспитания и так далее. То есть, только потому, что этот вопрос был поставлен там, 350 лет до нашей эры, это не значит, что он сегодня не актуален. И спасать всех, знаете, есть такая пословица. Конечно же, лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным. Но оно не всегда так получается, эта жизнь, не всегда оно так работает. Поэтому, когда становится вопрос действительно выбора, и мы сейчас говорим, то есть, это был, опять же, риторический вопрос, это все понятно, но когда дело доходит до вот этой точки истины, как говорится, момента истины, неизвестно, как люди поступили бы. И вот даже те люди, которые говорят, найдя кошелек с миллионом долларов, один говорит, я бы его отнес в полицию, а второй говорит, я бы его оставил себе. Знаете, интересно, никто не может сказать, кто из них прав, потому что до тех пор, пока вы не найдете миллион долларов, вы не будете знать, как вы поступите. Поэтому... Вы знаете, есть такая шутка, какое самое эрогенное место у мужчины. Знаете? Нет. Кошелек. Именно кошелек. Поэтому, если на него кто-то покушается или, так сказать, строит планы, то вы начинаете возбуждаться. Абсолютно. Причем не всегда в лучшую сторону. Поэтому... Но, вы знаете, вот насчет тех трех ремарок, которые нам предложил Питер Валевский, я вам скажу такую вещь. Значит, ну, давайте разберем быстренько. С одной стороны, да, человек развелся с двумя женами, бабушка была замужем шесть раз, а ребенок есть ребенок. Абсолютно с вами согласен, если, ну, вот такие, допустим, отношения с женой в семье или такие отношения к ребенку. Если бы... Но еще и ребенок вырастет, где он будет жить, как он будет относиться к своему папе. Конечно. Знаете, считается, что эта девушка, девочка еще, дочка остается в семье. Хотя не обязательно. А мальчик, как правило, уходит из семьи. Поэтому... Да, 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 да. Абсолютно. И вы останетесь одни. Но, опять же, мы же все утрируем. Знаете, каждый поведет себя в такой ситуации по-своему. Непонятно. Я вот поэтому пытаюсь понять, почему. Потому что мы очень часто совершаем действительно вот поступки, которые в дальнейшем практически не объяснить. Вот почему я так поступил. Ну, Бог его знает. Ну, вот так мне пришло в этот момент на ум. А теперь вопрос становится, правильное ли решение я принял. Вот же еще одна вещь. Потому что человек, который принимает решение то ли эмоционально, то ли спонтанно, то ли рефлекторно, это не всегда может быть правильное решение. Потому что потом, продумав свои поступки, человек понимает, что он поступил неправильно. Вот это меня интересует. Если он способен принять это, осознать это, а то некоторые упираются лбом и никогда не признают свою ошибку, никогда даже себе не сознается, что я был неправ. Ну, это уже, я извиняюсь, я таких людей вообще не уважаю, не считаю их честно. Ну, их как раз очень даже очень много. Ну, может быть, мне они, к счастью, не встречались на пути, но если человек не может мыслить, вот у нас есть еще одно мнение. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ну, так интересно, что я забыл. Сейчас, значит, вообще по поводу побеждает в этом случае любовь. Никак. Или это присуще человеку, или вернемся к животным. Я так не могу вспоминать вот какая-то там внутри и так далее, мыши и так далее, паводок, пожар, кто кого будет спасать. Это так для примера, это, конечно, риторически действительно на миллионы лет вопрос. Но мысль такая. До свидания. Нет, мысли, спасибо огромное за вашу мысль. Это хорошая мысль. Наверное, опять же, животные, наверное, все-таки действуют рефлексивно или инстинктивно. Ну, животное будет спасать, животное будет, наверное, спасать своего ребенка. Я так думаю. Я не знаю. Я не знаю. Потому что отец вряд ли, конечно, самец. А вот самка, если что-то происходит с, я не знаю, маленьким, я не знаю, лисенком, котенком, собачкой, она будет спасать ребенка. Окей. А как? А про папашу, она может и не знать, кто папаша, где папаша, черт с ним, а ребенок тут, она его кормит, она его выхаживает, она его, не знаю, определенное время каким-то образом воспитывает. И поэтому животное будет спасать... Инстинктивно. Да. Это для того, чтобы, опять же, как вы сказали, продолжение рода. Да. Абсолютно. А у нас, у человеков, у нас немножко по-другому. Ну, опять же, у нас проблема, у нас все-таки есть мозг, который намного более сложно устроен, чем мозг животного. Поэтому у нас пока додумаешься, как правильно, уже вроде бы и не надо. Уже все сгорело. Уже не надо. Да. Поэтому я спросил, почему, меня действительно это интересует. Еще один был один вопрос, который мы обсудили во время рекламы. Это люди говорят или действуют. Вот я бы спас ребенка, а я бы спас жену. Люди это говорят, потому что так правильно говорить, потому что это общепринято, ну, не общепринято, а это более гуманно, или люди действительно так думают. Потому что, ну, вот пример, который я привел вот в перерыве, человек пытается покончить жизнь самоубийством, стоит на крыше. В это время зеваки внизу кричат ему прыгай, прыгай, а кто-то ему кричит не прыгай, не прыгай. Вот человек, который, допустим, прыгнет с этой крыши, да, он пошел на поводу у людей одной группы, почему-то полностью пропустив вторую группу. Вот что заставляет этого человека принять вот такое решение? Ну, опять же, он же уже решил, что он будет делать. У него же уже в недрах компьютера созрела идея. То есть, если он сомневается прыгать ему с крыши или не прыгать, или он для кого-то это демонстрирует, что вот все, сейчас ты не придешь, меня не поцелуешь, таки я прыгну, это одно дело. А если человек находится в жуткой депрессии, он не видит никакого выхода из той ситуации, которая у него в жизни сложилась, он не знает, как ее разрулить, если можно так сказать, он не видит себя больше в этой жизни, то, чтобы там они не кричали, он сделает так, как он решил. Так, как он уже решил. Интересно. Есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы поставили вопрос, который все-таки имеет какое-то решение. А я смотрел в свое время югославский фильм, называется «Водоворот», где немцы взяли в плен двух сыновей и предложили отцу или матери, я не помню точно, что они сохранят жизнь только одному из них, кого он выберет. отдадут его родителю. Да. И родитель так и не смог выбрать кого-то одного, и они расстреливают двоих. Соблема это чисто моральное и ужасное по своему смыслу и содержание, потому что оставшийся живых ребенок будет все время упрекать. Будет счастлив, что он остался жить, но упрекать матери от того, чтобы выбрали его. А мать или отец будут терзаться мыслью что они убили одного из своих детей, хотя в реальности расстреляли двух. Вопрос о том, кого спасать, жену или ребенка, не должен стоять, потому что жена или муж, они взрослые люди, если убедившись в том, что они стоят на своих двух ногах при этой опасности, то надо спасать ребенка. Я имею в виду ребенка, которому нет хотя бы 20, 30, 40 лет. Конечно, 30-40 лет спасать не надо, он сам спасется, раньше, чем родители подумают об этом. То есть, вопрос, поставлен, неправильно, потому что надо ставить вопрос, кого спасать из двух равноценный людей. Уже сократа, мы не можем подсказать. Спасибо большое. Да, вот то, что доктор подсказала вам, вы понимаете, мы ставим вопрос, то есть, вопрос тут поставлен не нами, а сократом очень давно, и подсказать ему, как правильно ставить вопрос, мы не можем, поэтому мы должны исходить из тех данных, которые вот перед нами, а придумывать ситуации, ну, это... Потому что каждая, не дай бог, если случится такая ситуация, она не всегда одно и то же. Там всегда будут какие-то свои нюансы, какие-то свои окраски взаимоотношений, кто собирается этого ребенка там убить, погубить, что проистекает, и поэтому в зависимости от environment, в зависимости от среды, в которой вы находитесь, наверное, и принятие решения будет несколько иное. Ну, и кроме этого, вот человек, который позвонил, который сказал, что мы ставим риторические вопросы и так далее, может быть, они и риторические, но, вы знаете, вот я сейчас общаюсь с доктором, женщиной, но доктором, и вот доктор может подтвердить, что вот эта ситуация, кого спасать при родах, мать или ребенка, это совсем не риторическая ситуация, это ситуация, перед которой стоят, к сожалению, очень много семей, отцов, которым говорят, у вас осложнение у жены, мы можем спасти либо жену, либо ребенка, вот дальше, как с этим быть, это совсем не риторический вопрос, поэтому, и не дай бог, не дай бог, оказаться в ситуации, где нужно принять такое вот решение, поэтому, легче всего сказать, спасать нужно обоих, это, конечно же, правильно, но, к сожалению, нам не всегда дают такой выбор, где самый оптимальный результат, поэтому, да, ну, знаете, доктор, мне есть предложение, давайте мы немножко, потому что эта тема становится очень серьезной, давайте мы немножко облегчим, у нас еще есть немножко времени и обсудим все-таки тот вопрос, который нам предложил наш радиослушатель в самом начале нашей программы, к которому мы абсолютно не готовились, поэтому придется все экспромтом, ну, вот, насколько я помню тот вопрос, почему вот люди это единственное, хотя я, честно, я не знаю, люди единственные, которые ощущают чувство оргазма, я не знаю, я у собак не спрашивал, как-то у кошек не спрашивал, но, тем не менее, вот человек говорит, почему люди, мы люди, единственные, которые испытывают чувство оргазма и, я так понимаю, что вопрос был исследуем этому чувству или что-то в этом роде. Ну, во-первых, мне кажется, что это не совсем верно, животных, у некоторых животных есть такие же ощущения, они же спариваются не для того, чтобы сделать новое потомство, им сначала хочется, им нравится, вот, а дальше уже, так сказать, как получится, поэтому это тоже ощущение я, это не просто желание размножиться, вот, и... То есть, опять же, у животных вы считаете, что это не инстинкт, именно продолжение рода, оно исходит из чувств, эмоций, а потом уже, как получается... не совсем так, я, наверное, неправильно выразилась, я бы сказала так, что у нас у всех людей, животных, есть три главных, три главных свойства, которые основаны на, вот, этом, так сказать, рептильном головном мозге, это тяга к еде, это тяга к сексу, и тяга к доминантности, к выпендриванию. А как же тяга ко сну? Ну, это уже потом. Это потом, это тяга, вы можете не спать, потом упасть, заснуть, но такого нет. поэтому, в плане животных, насколько я знаю, это действительно, они спариваются тогда, когда самка может забеременеться, поэтому есть определенные, там, да, возможности, периоды, когда она, там, показывает запахами, поведением, и все такое, женщина, кстати, тоже показывает определенным поведением, там, юбки короче, и все такое, вот, краска больше на лице, хотя, может быть, она считает, что это не так. Вот тут я вас остановлю, прошу прощения, потому что, интересная ситуация, значит, сначала женщина, одевает вот эти короткие юбки, мажет себе лицо, как индейец на войну, но потом, как только к ней мужчина подходит, и пытается оказать знаки внимания, она кричит, одно из двух, либо насилуют, либо sexual harassment, вот, расскажите мне, пожалуйста, подробнее об этом. Ну, я так в двух словах не смогу рассказать вам подробнее об этом, ну, во-первых, привлечь сам сам, любого самца, обезьяна тоже старается, ну, и у нее, только обезьяна его не отшивает, она его привлекла, и она его использует, женщина привлекла, а потом отшивает. Ну, вы знаете, ну, больных же много на голову. Ну, наверное. Поэтому все эти феминистические штучки, это, в основном, мне так кажется, это проблема женщины, которая не самодостаточная, которая не чувствует себя именно женщиной, понимаете? Вот это то, что я хотел услышать. А она, поэтому вот, на меня внимания не обращают, значит, все козлы, потому что я сама себя такая. То есть это сексуальная фрустрация. Ну, типа того, да, и поэтому все мужики, они вообще идиоты, потому что, и зачем они нам нужны, мы без них обойдемся. Ну, да. Понимаете? Вот. А, и при этом они, так сказать, очень выпендриваются всеми своими качествами, но, мне кажется, это не умные женщины. Угу. Почему это происходит? Ну, здесь причин много. У меня лично есть моя собственная теория, которая, может быть, никем не разделяется. Я считаю, я считаю, что нас слишком стало много. И, и для того, чтобы как-то, и мы плохо себя ведем по отношению к Вселенной, плохо ведем себя по отношению к Богу, плохо ведем себя по отношению к природе. И природа, Земля и Вселенная, они не дураки. Они нас сами ставят в такую ситуацию, что мы будем просто вымирать. Понимаете? Поэтому зачем нам мужики, мы все равно будем вымирать? Интересно, это интересная теория. Вот, значит, мужики то же самое. Зачем? Это вот, когда я стану девочкой, и жизнь у меня станет легче. То есть, направлено все то, что мы делаем. Отравляем воздух, отравляем еду, отравляем воду, делаем всевозможные уколы, надо, не надо, без разбора, лопаем таблетки, пригоршнями, надо, не надо, побочные эффекты, не важно, будем другие пить от них. Это все, с моей точки зрения, направлено, я не знаю, кем, вселенной или кем-то, наша дурь, просто потому, что нас становится слишком много. Мы становимся не умными, не для того, как мы были созданы, мы были созданы для созидательной работы. А мы сейчас практически ничего не созидаем. Вот посмотрите, сколько у нас всего. Мы потребляем. Да. Сколько, где вот эти вот великие музыканты, великие художники, где это все? Как Игорь Крутой. Ну да, замечательный Игорь Крутой, конечно. Доктор, уважаемый, к сожалению, время подошло к концу, из матча захидит, нам придется закончить на сегодня. Ну хорошо. Но мы с вами обязательно встретимся в следующий раз. Конечно. И, ну, решим все проблемы мира. Безусловно. В течение часа, я так думаю, да? Безусловно. Спасибо вам огромное за то, что вы здесь. Очень приятно было с вами поговорить, встретиться и до встречи в следующий раз. Да, возможно, эту программу, то есть не эта программа, некоторые вещи более такого анатомического плана, вот в эту субботу я буду обсуждать в своей программе. Это 14.30 АМ в субботу в 10 утра. Вот, дорогие друзья, 14.30 АМ в субботу в 10 утра. И на флезбоке. Доктор Ивина Колс, программа 36,6. Да. И на фейсбуке, если кто в фейсбук смотрит, пожалуйста. Sounds good. Да. Все, будьте здоровы, доктор. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо вам. Спасибо вам.